Шутить веселиться и всем благодаря клубу веселых и находчивых. Мы начинаем КВН! В Кубертал прошел финал республиканского конкурса КВН по правилам дорожного движения. Безопасная дорога детства. На сцене свой юмор, смекалку и знание правил дорожного движения показали 12 команд из городов и районов нашей республики. Чтобы попасть сюда, эти веселые ребята преодолели муниципальные и зональные этапы. И все здесь серьезно и по-взрослому, ведь тема КВН неизменна. Правила дорожного движения. Данное мероприятие у нас проводится каждый год. Республиканское мероприятие. Участники с каждым разом все больше и больше. Потому что дети в интересной форме, в игровой форме изучают правила дорожного движения. Это на сегодняшний день очень актуально. Потому что каждое, скажем так, 10-е дорожно-транспортное происшествие всегда происходит с участием несовершеннолетних. Поэтому мы совместно с Министерством образования Республики Башкорстан, Госавтоинспекцией Республики проводим вот это мероприятие. Министерство образования совместно с ГИБДД проводит этот конкурс уже не в первый раз. Главной целью этого проекта является пропаганда соблюдения правил дорожного движения среди детей и подростков. Привлечение внимания широкой общественности к проблеме повышения безопасности детей и молодежи на дорогах. Это у нас одно из значимых мероприятий. 120 детей с Республики приехали в город Кумертау. И они сегодня будут состязаться по данному направлению. Также хотелось сказать, что это знаменательно, потому что, во-первых, сейчас уже идут каникулы весенние. Скоро у нас наступают длительные летние каникулы. И, конечно, детям, всем учащимся, необходимо повторить еще раз правила дорожного движения. Команды прошли несколько конкурсных испытаний. Приветствие – наша цель, чтобы безопасной на дорогах жизнь была. Конкурс капитанов – тише едешь, дальше будешь. А также музыкальное домашнее задание – скутер, кататься подано. Молодые, активные, целеустремленные и, самое главное, веселые и находчивые оригинально показали и рассказали, как важно соблюдать правила дорожного движения и что мешает безопасности на дороге. Школьники в очередной раз доказали, что шутить на такую серьезную тему, как правило, дорожное движение, несложно и, главное, очень полезно. А ты кто? Я Айдар. Галимов. Галявый Динаш. Опять, чего защищаешься? Я защищаюсь от грамотных русских дисков. Может, дикции? Может, и дикции. Не важно. Главное, я окажусь татарским арсеном. Может, акцентом? Может, и арсеном. Мне мама всегда говорила, что это тюктика какая-то особенная. И с помощью нее можно одержать победу. Может, победу. Слушай, ты заколебал меня уже, а? Выступления юных КВНчиков не хуже их взрослых коллег. Критериями оценки конкурсантов для компетентного жюри стали артистизм участников, творческий подход к реализации задуманного соответствия заданной тематике, культуры речи и поведения на сцене, а также разнообразие сценических жанров, используемых в выступлении. И этот день для жюри был непростым. У каждого из них был свой фаворит. На мой взгляд, сегодня довольно-таки сильные команды собрались. Но сразу бы хотела отметить своих фаворитов. Хочу выделить команду Баймакского района и команду Мейкинского района. Ребята молодцы, хорошо подготовились. Ну, в принципе, как и, наверное, каждый год. Потому что я считаю, что на сегодняшний день это единственное мероприятие, которому дети готовятся весь год, готовятся на профессиональном уровне. По завершению всех конкурсных испытаний состоялась торжественная церемония закрытия фестиваля и награждения участников. По результатам игры среди городов первое место заняла команда города Нефтекамска, второе место заняла команда города Янаула, третье место Уфа. Среди районов места распределились так. Первое – Бакалинский район, второе – Мейкинский район и третье – Баймакский район. Кроме того, все команды были отмечены в различных номинациях. Игра, конечно, прошла очень волнительно. Но мы ехали сюда только за победу. Ну, видите, сами все получилось. Мы, если честно, сначала очень сильно переживали, а потом поймали свою волну и сделали свое дело. Нам было не очень сложно. Мы каждый день почти репетировали. День и ночь напролет придумывали шутки. Мы старались хорошо выступить, чтобы занять какое-нибудь призовое место – первое, второе, третье. И город Кумертау очень хороший, красивый. Очень нам здесь понравилось. Финальная игра была яркой и интригующей. И стоит отметить, что КВНчиков активно поддерживал зал. А также с концертными номерами выступили лучшие творческие коллективы нашего города. Рената Гайсина, Тимур Гельманов, телекомпания «Арис». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова